Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире вновь программа «Открытая студия». С вами я, ведущий Сергей Курбан. И сегодня у нас в гостях начальник отдела подготовки и призыва на военную службу отдела военного комиссариата Архангельской области по Северодвинску Александр Яковлев. Здравствуйте! Добрый вечер! И представлю еще одного гостя нашей студии. Это врач-терапевт отдела военного комиссариата Архангельской области по Северодвинску Роман Кремлев. Добрый вечер! Здравствуйте! С 1 апреля и до 15 июля в России проходит весенний призыв в армию. Городские военкоматы по всей стране, в них придут сотни потенциальных призывников. Все ли из них отправятся на службу этой весной и готовы ли кормить те, кто сейчас еще сидит за школьной партой? Об этом сегодня и пойдет речь в студии. Напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Гостям можно задать вопросы по телефону 50-3008. И традиционный вопрос, Александр Васильевич, каков план перед военкоматом на этот призыв? Вообще, сколько человек из Северодвинска отправится на службу? И подведем тогда еще итоги прошлого призыва 2012 года. Значит, в прошлом призыве было направлено для прохождения военной службы 382 человека. В этом призыве с города Северодвинска будет направлено для прохождения военной службы по наряду военного комиссариата Архангельской области 257 человек. То есть, план несколько снижен? Несколько снижен, да. В чем причина вообще? Ну, я думаю, что снижен в причине, что стало, во-первых, на учете стоит меньше призывников. И для направления вооруженной силы требуется более, проводится более качественный отбор призывников. Вообще, может ли военкомат помочь с получением профессии перед тем, как вот человек отправится на службу в армию? Да, может, перед направлением для прохождения военной службы, значит, наши призывники направляются в Северодвинскую автошколу ДСАФ для получения специальностей категории С, Е и Д. То есть, это водители автомобилей, грузовых автомобилей с прицепом и автобусов. То есть, в принципе, уже пойдя на службу, да, человек сможет как-то вот конкретную линию выбрать? Да, то есть, он пойдет конкретно уже водителем автомобиля, только в зависимости от категории, которую он получит. Сейчас вот перед весенним призывом уже ребята у нас обучаются, и с 27 мая будет продолжен набор граждан на те, кто будет призываться осенью 2013 года. То есть, всех желающих просим обращаться по телефону 560727 или в кабинет номер 18 отдела военного комиссариата по городу Северодвинск. Давайте еще раз озвучим тогда телефон и адрес. Телефон, значит, 560727, кабинет номер 18 по адресу улица Советская, 13, дробь 23, отдел военного комиссариата Архангельской области по городу Северодвинск. То есть, там необходимо просто написать какое-то заявление? Заявление, да, и уже с ним будет проведена конкретная беседа. Я знаю, что в высшее учебное заведение будет проводиться еще отбор в этом году. Значит, да, в этом году, не было уже порядка 4-5 лет мы не отбирали, значит, в этом году будет отбираться высшее учебное заведение Министерства обороны. То есть, у нас дан наряд на отдел военного комиссариата по городу Северодвинску 87 человек. То есть, все ребята, желающие, особенно, которые заканчивают 11 классов и годные по состоянию здоровья, то есть, тоже необходимо обратиться в отдел военного комиссариата с 9 до часу или с 15 до 18 в кабинет номер 18. То есть, все заявления мы примем, то есть, и будем уже дальше проводить с ними необходимые мероприятия для дальнейшего их поступления. Ну, человек сам выбирает какое-то учебное заведение? Мы ему, перед ним будет, ему будет выдан перечень военно-учебных заведений, то есть, он будет выбирать сам, куда он хочет поступать. Ну, вот сейчас какой-то вот, может быть, фавориты среди этих учебных заведений есть какие-то вот? А нету, то есть, у нас ребята сами изъявляют желание и идут куда-то, куда. То есть, в какое учебное заведение он пожелает поступать. Ну, их, в принципе, сейчас много вот именно учебных заведений, в которые можно поступить? Их достаточное количество. Я знаю, что вот некоторые родители считают, что военкомат может призвать на службу нездорового человека. Роман Иванович, вот вопрос к вам. Вообще, так ли это? Вообще, это возможно в принципе? Ну, значит, уважаемые родители и уважаемые призывники, Я прошу понять одну простую истину, что призывать больного гражданина, больного призывника просто никто не будет. Потому что у нас работают врачи не от военкомата, не от отдела военкомата, у нас работают врачи от городских учреждений здравоохранения, то есть от муниципального образования Северодинск. И поэтому какой-либо смысл им призывать больных граждан на военную службу просто невыгодно и нет в этом смысла. Потому что если мы призовем больного человека на службу, затем будет возврат из войск или со сборного областного пункта, и за это дело, в общем-то, по головке не погладят и здорово ругают. И наоборот, всеми возможными способами мы стараемся не призывать больных признанником, направляя их на дополнительное обследование, если возможно, лечение. И только после этого решается вопрос о их призыве к военному службу в связи с годностью к военной службе по состоянию здоровья, по категориям годности к военной службе. У нас есть звонок от телезрителя, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте, я хотел бы задать вопрос. А могу ли я выбрать начало периода прохождения военной службы? Может ли человек выбрать начало периода прохождения военной службы? Спасибо за вопрос. Ну, в принципе, я думаю, что можно выбрать, когда человек, например, желает пойти, может какие-то есть у него на это обстоятельства, то есть там семейное положение, то есть еще, например, где-то может обучаться, то есть выбрать можно. То есть, в принципе, человек может сказать, вот я этой весной не могу или не хочу, я хочу пойти осенью. Нет, я считаю, что кто, например, если он подлежит призыву весной, то он обязан пойти весной. То есть тут уже нету. А вот, например, период там с 1 апреля по 15 июля, тут еще можно определиться. Да, то есть тут можно выбрать. Вот продолжим о здоровье призывников. Я думаю, ни для кого не секретом будет, что вот случаи призыва на службу больного человека все-таки были. Неоднократно это освещалось в новостях, то есть человек приходит на службу, после этого у него вскрываются разные болячки. Вот, то есть тут в чем может быть дело некомпетентность комиссии? Ну, я не говорю про Северодвинск, да, вот вообще в принципе по стране. Ну, во-первых, некоторые из призывников просто скрывают свои заболевания или просто не знают о своем заболевании. Соответственно, в амбулаторной карте это нигде не отражено, он нигде не обследовался, лечение не проходил, заявляет, что я здоров, и идет на службу. Но в связи с тем, что в первый месяц, в первые дни военной службы все равно происходит какая-то адаптация, новые условия службы, новые условия быта, какие-то трудности возникают. И поэтому возникают, естественно, какие-то проблемы или со здоровьем, или просто человек, в общем-то, заявляет о своих жалобах, которых раньше не заявлял. И поэтому его, значит, направляют на обследование лечения, выявляются заболевания, которые раньше он скрывал или у него не были выявлены, и, значит, он комиссуется. То есть в таком случае, да, он обращается к своим... Уже в воинской части он обращается к медицинским работникам, во всех воинских частях, в большинстве есть медицинские работники, есть у нас система госпиталей, лазаретов, окружные госпитали, довольно крупные там специалисты работают, и проводится полностью комплексное обследование. А если человек все-таки не годен к военной службе, ему дают категорию соответствующую и комиссуют из вооруженных сил. У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем дозвонившегося телезрителям. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я Халька Креблев. Мой внук уже столько раз приходил к нему, просил с обследования, и несколько раз уже столько заключений по внуку, никакого результата нет. А вот десятого уже приходить ему на призывную комиссию. Второй вопрос. Афиногенов такой. Призвали его тоже в армию, и он год отлежал в медсанчасти. Больной человеке знали, что он больной, и все равно призвали. Поэтому лукавить не надо врачам. Надо... План не выполняется, да, но план выполнять качественно и с сознанием. Это страна. Наша страна с ним. Спасибо за вопросы. Что можно ответить нашему телезрителю? Ну, значит, я не знаю, про кого идет речь, про какого призывника. Если у призывника предоставлены все медицинские документы на медицинскую комиссию, и по этим медицинским документам ясно вытекает, что имеющееся заболевание препятствует его прохождению к военной службе, естественно, он в армию будет не призван. Если он не дообследовался, не прошел какие-то обследования, не хватает каких-то обследований, то, значит, и он отправляет дополнительные обследования. Поэтому у нас бывают случаи, когда дают по одной, по две и по три отсрочки от призыва сроком на шесть месяцев для дальнейшего обследования. Потому что окончательное решение о призыве на военную службу по медицинским показаниям принимает военно-врачебная комиссия Архангельской области. И если мы не предоставим им всех необходимых документов и все его пройденные необходимые обследования, они просто не утвердят наше решение. И все равно, значит, вызовут его на контрольное медицинское обследование и будут там уже решать о дальнейшей судьбе по состоянию здоровья с этим призывником. У нас есть еще один телефонный звонок. Дозвонившийся телезритель. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте вопрос. Здравствуйте, это Антон. Как бы я хотел, что вопрос задать, почему... Говорите чуть громче, вас очень плохо слышно. У нас завод почему-то не берут, как бы, да, с глазами, по-моему, а у нас завод в армию берут. Спасибо. То есть, молодой человек, точнее, наш телезритель имеет в виду, что на завод человек может пройти комиссию, в армию не может и, собственно, наоборот. Возможно такое? Ну, значит, я вот... Разные требования, наверное, предоставляются. Поэтому я, наоборот, хочу сказать так. Многие из наших призывников, потенциальных призывников, которые особенно заканчивают училище или высшие учебные заведения, ну, в частности, наш ВТУЗ, бывший ВТУЗ сейчас, как... САФУ называется. Они нормально работают на заводе у нас, на заводах, в наших цехах, в таких цехах, как 55-й, 50-й, то есть в нормальных рабочих цехах, причем работают обыкновенными рабочими, даже имеющими инженерное образование. Например, работают судовыми трубоукладчиками, сварщиками. И в то же время приносят такие выписки и такие заключения по заболеваниям, что они, в принципе, на этих должностях в цехах не должны работать. Понимаете? То есть как они туда попали, неизвестно. Да, как они туда попали, неизвестно. Буквально свежий случай. Работаешь, даже работают на буровых, на алмаз там добычи и так далее, и так далее. На природзломные работают. А по состоянию здоровья они у нас как бы приносят такие заболевания, по которым они негодны. Вопрос возникает, как они вообще проходят комиссию при поступлении на работу на наши предприятия. То есть либо здесь человек уклоняется от воинской службы, либо же комиссия на заводе не так компетентна. Не так компетентна, да. Роман Иванович, вот насколько, в принципе, изменилось за последние годы здоровье будущих защитников Отечества? Насколько вообще люди, проходящие комиссию, готовы физически к службе в армии? Ну, однозначно сказать трудно, но в последние 2-3 года, значит, по состоянию здоровья, состояние здоровья призывников несколько улучшается. Если 3-4-5 лет назад процент годных к военной службе и годных к военной службе с незначительными ограничениями призывников было порядка 60-62% от всех призываемых на военную службу, то сейчас эта цифра подросла к 70%. То есть, если брать 100% призывников, из них около 70% годны к военной службе или годны к военной службе с незначительными ограничениями. Ну, в любом случае, сейчас, насколько я знаю, не во всех, либо вообще не проводится в школе, да, какая-то вот подготовка к военной службе, в принципе. Как было это при Советском Союзе, да, было НВП и так далее. Александр Васильевич, это вам большое вопрос. Почему? Также есть уроки проводятся ОБЖ, то есть, вот, Роман Иванович, проводится диспансеризация юношей 15-16 лет, то есть, будут их уже выявлять, их не заболевания, ну, то есть, в детских поликлиниках. И, то есть, будут они проходить какое-то лечение, уже к призыву будут подготавливать их. Ну, вот я хочу добавить к этому вопросу, значит, вот у нас в январе и в марте этого года, уже 2013 года, была первоначальная постановка граждан на воинский учет. У нас всего, свидетельство, было порядка, нет, не порядка, 934 гражданина, которые ставились на воинский учет, перечный воинский учет. Так вот, из этих 934 человек, около 600 граждан направлены на дополнительное обследование и, если необходимо, лечение в детские лечебные учреждения. Так как они еще не достигли 18 лет, поэтому они наблюдаются в детских лечебных учреждениях города. Ну, это, в принципе, может говорить о здоровье сейчас подрастающего поколения. И то, что огульно-то не подходит. То есть, из 900 человек, 600 человек направлены на обследование, значит, врачи-то все-таки за ними следят и не стараются огульно просто поставить какую-то категорию годности, без учета состояния здоровья. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, вот такой вопрос. Вот я служил в армии, и у меня по здоровью без ограничений. А на контрактную службу я не годен. Вот это как вы можете объяснить? Спасибо за вопрос. Я могу сказать на этот вопрос, ответить. Значит, вы призывались, если на военную службу, у вас была категория А, годных военных служб без ограничений, но вы когда уволились? Вот в чем вопрос. Если вы уволились, например, 2-3-4 года назад, за этих 2-3-4 года можно получить такое заболевание, что с этим заболеванием вы не будете годны военной службе. Простой пример. Язвенная болезнь желудка или 12 перстной кишки. То есть, надо уточнить, в принципе, почему отказывают? Почему отказ будет? Да, то есть, какое заболевание вы могли получить уже после окончания военной службы? И такие случаи бывают. Что человек отслужил в армии, после службы он получает заболевание, по которому он не может служить по контракту. Ну, критерии приема на службу изменились или не изменились? Вот, допустим, за те же 3-4 года. Не изменились. По контракту? Ну, допустим, по контракту. По контракту никаких изменений нет. То есть, если человек был годен к военной службе, он просто приносит выписку из амбулатурной карты за последние 5 лет, чем он болел, не болел. Если все нормально, значит, он нормально проходит комиссию и проходит на военную службу по контракту. Вот, опять же, Роман Иванович, к вам вопрос, из-за чего, в принципе, сейчас не идут служить люди? Я имею в виду именно заболевания. Ну, в структуре заболеваемости никаких-то особых изменений нет. Как обычно, на первом месте у нас идут заболевания системы кровообращения. Это 22,8%, почти 23% от общей заболеваемости. На втором месте у нас идут эндокринные расстройства питания. Это, в основном, пониженное питание. То есть, многие ребята, которые идут 17-18 лет на медицинскую комиссию, у них не соответствует рост весу, то есть, недостаточность питания или пониженное питание. То есть, это второе место занимает. И на третьем месте у нас, в общем-то, болезни органов пищеварения. Это, в общем-то, различного рода гастрита, гастродудониты, иногда язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Ну, это, наверное, получается, самое распространенное, в принципе, заболевание в Северодвинске, можно говорить. Ну, в общем-то, в Северодвинске, да и вот были сейчас у нас трехдневные сборы, областные сборы. В общем-то, и по другим отделам, у нас 17 отделов военного комиссариата по области. В общем-то, структура заболеваемости, в принципе, во всех отделах военкоматов одинаковая. Первое место занимает по заболеваемости органы кровообращения. Второе – расстройство питания. И третье – пищеварительная система. У нас есть еще один телефонный звонок. Телезритель на прямой линии. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. У меня вопрос к Роману Ивановичу. Такой вопрос. У меня сын год назад перенес сложный перелом с разрывом связок. У него стоит металлоконструкция. Он прибыл на комиссию, но даже не обратили внимания на его шов на ноге и признали годным к службе. И уже предписание дали. Я так понимаю, что все-таки должна быть отсрочка в армию и какие наши действия в дальнейшем. Ну, я думаю, это какое-то недоразумение какое-то. Если у человека стоит металлоконструкция, то он, в принципе, не годен к военной службе. Пока у него она не будет удалена. Поэтому многие призывники, в принципе, до 27 лет не удаляют металлоконструкции. Но, в принципе, может, это и не показано по медицинским показаниям. И поэтому, если у человека есть металл, грубо так говоря, ну, образно говоря, в организме, пластины, спицы и так далее, они не подлежат призыву на военную службу. То есть, ну, вот сейчас уже получили предписание. Сейчас-то что делать людям? Сейчас он получил предписание просто на призывную комиссию. Ну, либо ее прошел. Я так понял, что человек уже прошел ее. То есть, врачи не обратили внимания на это. То есть, сейчас-то вот что делать людям? Сложно сказать. Нет, если он проходил уже у нас, призыв сейчас начался, только 4 дня еще идет, в принципе, призыв. Но я не припомню этого момента, что с металлоконструкция, призывали какого-то на военную службу. Нет, такого не может быть. Если у него стоит металлоконструкция, спица или что-то, просто представить необходимый документ, и все, вопрос разрешится. Комиссия вынесет соответствующее решение, и призывная комиссия его признает временно негодным к военной службе. Временно негодным, потому что, может, он через год-полтора удалит эту металлоконструкцию, перелом или что-то там срастется, и он будет негодным к военной службе. Спасибо за ответ. Я знаю, что в этом году двоих уклонистов в Северодвинске на двоих уклонистов завели уголовные дела. Насколько вообще людей много уклоняется от службы, и сколько из них просто не являются на комиссию? Уклоняется у нас сейчас осталось в городе 484 человека. Было больше? Ну да, потому что было порядка 600 в том призыве еще, потому что гражданам исполняется 27 лет, и эти граждане передаются в запас. Значит, в этом году возбуждено уже, то есть уже осуждены два призывника, то есть на четверых еще человек возбуждены уголовные дела. Один передан по территориальности високогорских следственный отдел, так как гражданин живет в городе Архангельске, там високогорке. Ну и тут по четверым отказано, там у них тоже были проблемы со здоровьем, они не являлись по повесткам, но были проблемы со здоровьем. То есть им проведена экспертиза, и то есть они будут всего сказать, что по здоровью ограничено в годной коэнной службе. Есть у нас еще один телефонный звоночек. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Хотела бы задать вопрос. Мой ребенок четвертый месяц находится в армии, сейчас забрали. До этого два раза была все время отсрочка. У него грыжи на позвоночнике. У него закончено высшее образование по профилю авиоракетостроения. Работал у нас на звездочке, тоже по этому же профилю. А забирают в строй БАД. Спасибо за вопрос. Это нормально? Он пошел, например, в железнодорожные войска, потому что у него имелось ограничение по данному заболеванию. То есть, естественно, его уже не направишь там никуда, например, ни в ВДВ, никуда его не направить. В военно-десантные войска. То есть, и поэтому он был направлен в железнодорожные войска. Ну что ж, это был последний телефонный звонок. Я думаю, что на этом наш разговор уже подходит к концу. Напомню, что сегодня у нас в гостях были начальник отделения подготовки и призыва на военную службу отдела комиссариата Архангельской области по Северодвинску Александр Яковлев и врач-черапевт отдела военного комиссариата Роман Кремлев. Спасибо вам за разговор. Программа «Открытая студия» также выйдет в прямой эфир в следующий четверг. Этот выпуск вы можете найти в интернете, адрес уже на ваших экранах. Меня зовут Сергей Курбан. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин